смотрю зангеева из хабаровского абрикоса врача в универхой академик говорит у нас нет плодов а это все вот так вот опустить именно потому что он не считается 7 уж это таким уже аномально холодным крайне вот насчет огромной формы где-то попадаются не выплевающие формы и доставали буквально тая вот поэтому тут надо смотреть так академик 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 урозе он сколько угодно назвать академиков если он мелкий и очень вкусно возможно это его академик и чистый академик с апрель только так попробуйте его в снег закопать а что иначе нет плодов значит он еще именно ваш вариант академик он еще не морозостойкий видите иначе нет плодов у меня академик он уже настолько привычен что в этом году сколько на фоне академика фотографии мы ваших делал помните я говорил кто-либо украшаете академик который академик украшает вас непонятно вот на нем как-то получилось чуть-чуть пожиже было там королевских там баев у них серафимов амуров было столько же дерева было не видно академик где-то было раз в два пожиже мне вот это смутило потому что у нас не было страшной зимы и зима ни при чем вот учитывая что он чуть-чуть опоздал к этому самого попозже появился я помню я показывал первые плоды академика телевидения это было где-то в 2008 году значит он у меня появился где-то 2005 это недавно значит он еще привыкает дмитрий здравствуйте можно ли сделать обзор по сливам железа нет не будет сейчас объясню не нужно ходить по саду куда-то ехать просто видео за столом название по отношению срок созревания вкус транспортабельность хранение морозы кости если нужно платить отручить цену знаете все скажу я передам вашего это дело то что сливы железа как вам сказать то я могу в своем саду хозяйстве то есть ходить от дерева дерево рассказывать показывать это просто моя обязанность иначе ну кто-то видит там слива с универа востока и фотографии оживляем уже никогда не видел хотя посекали вас не вашему а потом проходит вот они там были толще среди сотен других я и сам найти не был раз до 2 я могу сказать я у него был был два раза первый раз я у него был когда у него созрели сливы выходили отдельного дерева очень приличная коллекция даже можно сказать самое наверное самое название представитель вот так вот представитель коллекция выходили от дерева дерева показывал вот эту вот эту вот эту вот эту вот эту так и и уже это будет зависеть от того заплатите ли вы мне если я не то тоже будьте нас как-то непривычен а допустим я буду ходить он будет рассказывать я намотаю на ус дождем все осенью у нас все бывает у нас этот год был страшный а если это навсегда вот а если вот эти засухи каждое лето в этом году ни черта не было этого самого просто чтобы не можем даже вам черенков продать путевых вместе с Тотаровым видели эту фотографию с черенком это прошлогодняя поза прошлогодняя и вот получается следующее значит Тотарову если я смогу я без ваших этих самых оплаты я просто сделаю фильм потому что я торгую его косточкой на том числе то есть обещаю если будет что снимать я сниму оплата это я в очаге не сказал 200 рублей меня не спасут конечно вот слушайте ну ка я посмотрю как он называется тут какая-то сумаска пришла как называется мобильный банк ну ка вычисление 200 рублей так елена г бог в помощь ну вот пожалуйста не ну живем же ребята андрей п 200 рублей на фильм уже 400 мы живем так вот я конечно от этого не зависело сколько фильмов сниму я все равно 500 фильмов сниму ну приятно же ребята Елена Г, Андрей П, а я сейчас только сообразил все в совершенно другое настроение эти 400 рублей получит девочка которая в том числе монтирует брат монтирует почти за бесплатно и девочка там строго каждый фильм 200 рублей на дальнейшие сотни плачу говорю это тебе премию за скорость фух, мелочи приятные, спасибо друзья, идем дальше так что оплатить это так образно еще размер дерева, ну обычно когда снимаю я дерево снимаю со всех сторон, это тоже важно лишь бы только у него в этом году заплодоносили, все бывает так Виктор, здравствуйте, Валерий Концентинович, три года назад посадил куски черешей Боднера, бросил несколько косточек ура, все саженцы получились разные по крупности в лесу цвета, после первой субровой зимы прошел первый отсек не морозостойких саженцев а один экземпляр выразился в качестве культурного саженца, крупный сеста цвет, но после той же зимы пыло подмерзает, но дерево восстановилось, вопрос адаптируется ли это дерево, если остается ко мне собственно не беря и беря Семеновичкина привыкли этот тупиковый путь, он очень хочет все довести до подношения, спасибо значит давайте так, вопрос полезный, интересный, у вас результат какой-то есть вот получается, сначале, я не могу долго говорить, так коротко и обстоятельства итак, несколько из вас, я даже на пару, если брать за все годы, не меньше 2-3 раз я это озвучил итак, берете вы 10 или 20 косточек черешей, вот как вы взяли, порастили, допустим зашло из 20 10 вот, ну хорошо, 6, капризная штука между прочим, но она того стоит, и вот у вас получилось 6 деревьев, они растут в первый же год у них будут уже листья разные, и сразу скажу, это еще не окончательно, кое-как они вредные, меняются вишни на черешни, черешни на вишни, но вы в первом году видите, у одних листьев вот такой, а у других 5 раз меньше у вас это разделение, те, которые прошли вишню почти наверняка, они будут живы и никогда не сильнее делаются потому что их вишни-то и опаляли черешни а черешню шанс подмерзать, у вас подмерзают, тогда получается разброс такой вишни-черешня или вишни-черешня гибриды среднеаритметические, такое может быть вот, и причем с каждым годом будут меняться вот, слушайте дальше, теперь берем ближе к вам вы не собираетесь брать речки на прививку, просто ждете, будет ли чудо итак, я вам показывал, пусть привитые, ну раз я костик не выращивал, но тоже хороший пример вот сидит мой сын, рядом с ним, на козочке, рядом с ним чуть выше полметра черешня, листья а выше еще полметра мертвой черешня, то есть верхушка отмерзла, она правда привитая была но тоже знаете, череши капризные, вот, ну естественно потом я это чуть-чуть подрезал сухой, и полностью я стараюсь до живого не резать капуся подрезал, и прошло с сих пор 10 лет череши живо-здорово то есть первое подмерзание а вымерзла до уровень снега ну видно было, что вот столько вот ветки показывал фотографии, вот эта машина Артем, и вот столько сухого, и говорил это способ природный, когда отмерзает верхушки дерево принимает кустовидную форму как запасной вариант, и это нормально кустовидная, кустовидная а потом 10 лет прошло, и ни одной из замерзшей ветки и по отношению вот, то есть первый раз получилось подмерзание, еще ничего не говорил во-первых адаптация обязательно во-вторых включается то, что я называю после некого периода у них появилась возможность использовать внутренние ресурсы вот пока подмерзла и после этого только включается программа выживания до этого все было нормально и так программа выживания, и возможно она больше никогда подмерзать не будет вот так если коротко так Сергей Александрович привет здравствуйте так Бухтияр неоднократно заказывал у вас кошки все три книги посылки идут всегда через Нуково и Казахстан Казахстан приходит через месяц да это есть но последний раз отправил в Церенке и отправил в Казахстан их через Новосибирск до Новосибирска доехали а еще через несколько дней оказались в Казахстане как извините это уже секрет первый то есть тех кто заказал Борисулаев вы мне к заказу положили кости из Казахстана благодарю но прошу показать какие у него особенности строительство строительство кости сейчас смеяться будет почти ничего не знаю почти то есть что знаю рост помните еще три года назад я снимал фильм а я еще попросил меня Александру Савиничну вы знаете о коммерчину мне нравится когда мы живем видимо человека да давайте еще раз вот она не маленького роста вот нет выше я отвечаю на ваш вопрос но в картинках вот что-то это самое вот Лена можно использовать в масштабе 3 к 1 то есть в Савиничах она ну молодец девчонка не из тех которые там это самое надувают щеки ну да конечно я говорю вот посмотрите психотеринский абрикос фотографии есть вот если в Савиничах помните попугаях слониках там этих вот в обезьянках а тут в Савиничах получилось 3 роста это была посадка кости 2015 а это было 2020 3 роста то есть это на самом деле мощные деревья с Екатеринский гор прислал царство его небесное броски дальше слушайте дальше это первое ответил на этот вопрос потом идет вопрос какой значит вкусовое качество сладко кислый кислосладкий вот он практически не отличается по вкусу от ланджорсов и уже его немножко испортили немножко испортили эти самые ну-ка мы сейчас найдем его немножко испортили соседи культурные то что для кого-то ксения это глупость или незнакомое для нас мы знаем это влияние на уровне генов беззначатия сейчас я покажу вот 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 это он и есть так ну такие плоды не могут быть абсолютно несъедобными вот видите он уже используется в качестве не просто ксении а уже используется как основатель нового нового абсолютно еще не сорта но сорта образца видите у меня таких сроды не было смотрите вот тебе и соседство его работа ну вы знаете это самое есть такое выражение ветром на двух ладно проехали что вы еще спросили так значит тут был еще стройки цификации наверное учитывая что они уже как бы гибридные вот наверное те же два месяца так как я еще ни разу не просил и прачивать не собираясь подсунул вам я свои деньги брал за них нет ни капельки значит что вы сможете думать обидный должно быть вот оба манджорские два месяца бывает если сроки плохо выдержали полтора вот а эти наверное два образостойкость предельная смотрите я Александр свидетель я не только вмерил вывела тебе три роста вот она все это пробовала все видела за все годы а более 40 раз на зиму пусть таки было все парочка 2015 года ни одной подмершей ветки устраивает устраивает не примитая вот ну это как бы сказать для меня это как автомобиль Жигуля раз ездили на Жигулях вот и эти можем иметь в садах вот ну считай я на все ответил как ни странно я хотел сразу сказать не знаю вот на 4 вопроса ответил так я рушена будут ли на продажу косточки сливы грушевидные очень интересно сливы грушевидные это те же венгерты точка вот значит косточки венгерты еще есть вот правда заканчивается просто я поначалу я не знал точное название потом меня ученые поправили ну вижу что похоже на грушу вот и писал грушевидно теперь колодина сорт фаворитка передана еще в 2008 году это не новинка да я не понимаю я вот в 2022 год в 2022 год и вдруг бах уральские ученые ТТТ а все они 8 лет 40 лет занимались я не понимаю я вообще мне кажется там надо везде побывать посудительные сады вот я бы пошел а там росут те же груши здесь искалечены иначе они там дурака валят ну нельзя можно что угодно записывать можно стойкость ветки подглажные не подглажные но если дерево искалечено как они три плана этих самых АГСО взяли и издали до них приказ издали свои и большие и большие и там как садить как обрезать самое страшное как обрезать вот это самое страшное вот посмотреть что там так у Латинкова Галина груши есть которого носят еще бы Латинкова Галина это вдова подруга соратница вот помощница тех которого мы называем я называю первый и сказал и буду говорить о самой своей смерти подающейся российской садовод вот так что все что мы написали для нормы это правда дальше фаворитка Володинкова так спасибо Алексей Иванович за подсказку видите нажали попали туда